сегодня у нас друзья буряковый салат или же свекольный это очень полезно это очень вкусно и этот салатик всегда постребован на праздничном столе что нам нужно знать о свекле покупайте клубни небольшого размера они быстрее сварятся сохранять свой цвет попочка и хвостик не должны быть срезаны очень сильно если клубень будет слишком обрезан по краям во время варки вы потеряете огромное количество цвета клубень должен быть классического приятного темно-бурякового цвета твердый на ощупь если он мягкий значит он уже достаточно долго полежал после варки он тоже будет мягкий и недостаточно упруги еще один очень важный момент никогда не переваривайте свеклу она всегда должна оставаться не слегка твердая набираем кастрюлю холодная вода не забудьте хорошо помыть клубни от земли добавляете буквально столовую две столовые ложки уксуса для того чтобы ваши клубни после варки сохранились приятный красивый цвет ставим на огонь доволен до кипения после этого снижаем температуру варим на умеренном огне так чтобы сильно не клокотала заводите таймер в среднем на 35-40 минут не более тот кто говорит что нужно варить два часа два с половиной часа это все байки ни в коем случае не нужно этого делать после 35 минут мы с вами встретимся и я вам покажу каким образом нужно проверить что наша свекла готова свеклу довели до кипения снижаем огонь заводите таймер на 35 минут за это время пожалуйста подсушите небольшую горсть грецких орехов на сковородке смотрите не сожгите после сушки орех откроется и будет намного вкуснее варим под закрытой крышкой у меня прошло 35 минут этот буряк весит в среднем 270 грамм ведь и достаточно упруго протыкается выходит сок но в то же время палочка проходит легко о чем это говорит это говорит о том что наш буряк не переварился мы сохранили все полезные вещества которые присутствуют в этом овощи теперь сливаем горячую воду заливаем холодной водой два-три раза затем буряк вытаскиваем и даем ему остыть до комнатной температуры и холодной водичкой в любом случае от того что мы с вами делаем шок заливаем после горячей воды холодной буряк продолжает вариться и температура жар уходит во внутрь и он станет еще мягче слили еще раз залили на тарелочку и даем ему остыть естественным образом до комнатной температуры после этого ваш буряк будет сочный красный и готов для приготовления салатика и что самое главное сохранить все витамины это так у меня прошло минут 35 свекла остыла уже готова для того чтобы приготовить ее вот посмотрите-ка то о чем я вам говорил видите какой цвет а представьте что вы будете варить два часа два с половиной какой ужас при этом видите она можно было бы еще даже меньше поварить вот здесь ребятки остались все витамины все минералы все самое полезное что есть в этом овощи кожура кстати снимается достаточно сложно именно по той причине что мы с вами не разварили нашу свеклу не забудьте одеть перчатки свекла очень сильно красится свеклу натираем на терке мандолина вот такая вот если у вас нет такой терки просто обычная терочка крупная от того что мы с вами правильно сварили свеклу она у нас не разваливается держит форму и так у меня здесь две свеклы общий вес 550 грамм теперь будем его доводить столовая ложка бальзамического светлого уксуса если у вас нету такого уксуса используйте яблочный или виноградный 1 4 чайной ложечки черного перца 1 4 чайной ложки соли тростниковый сахар полная чайная ложка 1 4 чайной ложечки молотый кориандр полная столовая ложка оливковое масло если у вас нету оливкового масла или же вы его не любите используйте обычное подсолнечное масло это масло не рафинированы она с запахом полная столовая ложка два крупных зубчика чеснока выдавливаем в наш салатик мы с вами сейчас добавим тертого грецкого ореха натираем на крупной терке так чтобы он оставался фактурным вы помните что я орешек подсушил именно после обжарки в духовке или же на сковородке но без фанатизма он приобретает замечательный вкус раскрывается две столовых ложки орешков следующий очень важный ингредиент это чернослив режем ножом смотрите чтобы не было косточек еще один в итоге будет у нас четыре орех грецкий и чернослив придадут нашему салату невероятный вот да да именно так если вы раньше не делали подобный салат поверьте ребята это будет один из ваших любимых салатик он легкий полезный здесь всего лишь столовая ложка оливкового масла тем более что оливковое масло невероятно полезно для человека так попробуем немножко соли и еще немножко уксуса совсем немножко и добавлю еще кориандра у нас с вами была одна четвертой чайной ложечки в итоге будет половина чайной ложки абсолютно верно я довожу так как вкусно мне как показывает практика если вкусно то другим тоже это заходит наш салатик готов угощайтесь обязательно приготовьте уверен понравится вам и вашим гостям вашим детям надеюсь что вам было очень интересно вы узнали что-то новенькое подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео увидимся в следующий раз пока мои дорогие